Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И тема сегодняшнего эфира – выплаты, пособия, в общем, все, что связано с работой Фонда социального страхования. И в нашей студии сегодня директор филиала номер 42 Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Галина Сергеевна Набачикова. Добрый вечер, Галина Сергеевна! Добрый вечер! Галина Сергеевна, вы, в общем-то, в студии в нашей не в первый раз, но люди все-таки, многие не знают, что же такое Фонд социального страхования, что это за структура, чем занимается, какие ее основные функции? К сожалению, да, хотя работаем напрямую и заботимся о каждом. Фонд социального страхования – это один из небюджетных фондов. Вы знаете, это пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и наш фонд социального страхования. Мы работаем в основном с предприятиями, организациями и учреждениями. Наш филиал работает с учреждениями и организациями, предприятиями двух районов. У меня на учете стоят более 17 тысяч предприятий, организаций и учреждений. И наша задача – обеспечить выполнение конституционных обязанностей государства по выплате пособий по временной нетрудоспособности, пособия на рождение ребенка, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия по уходу за ребенком инвалидом четыре дня ежемесячно. Ну и последнее пособие – это ритуальное. Значит, с нашим пособием рождается ребенок и уходит из жизни уже гражданин. Поэтому, конечно, в основном уже многие годы мы работаем с предприятиями и организациями. Дело в том, что каждое предприятие начисляет на фонд оплаты труда страховые взносы. Фонд социального страхования – они небольшие 2,9%, а пособия-то выплачивается некоторые 100%. Но он из всех небюджетных фондов отличается тем, что в пенсионный фонд начислили страховые взносы, перечислили в пенсионный фонд. Также в МС начислили и отдали. А наши средства предприятие расходует у себя, потому что у всех трудовые коллективы, где люди болеют, там, где женщины идут, декретный отпуск. И поэтому все средства остаются в основном в организации, и только свободные средства перечисляются в фонд социального страхования. Если же предприятию недостаточно в какой-то там январь, февраль средств на выплату всех пособий, они обращаются к нам в филиал с просьбой, недостающую сумму средств для выплаты пособий, и просчитав, предположим, за январь, перечислить им на счет для своевременной выплаты пособий. У нас очень большое идет восстановление, особенно к концу года. Вот сейчас многие организации обращаются. Ну и организации небольшие, маленькие, там, где 5-6 человек работают. Вы же знаете, что такое 2,9% мизер. 400-500 рублей ежедневно, а женщина уходит в декрет. И заработная плата 16-15 тысяч, а иногда и приходит значительно больше. Поэтому, конечно, средств не хватает, и вот эти маленькие организации постоянно к нам обращаются за этими средствами. И мы ежемесячно, ежеквартально, по мере обращения, восстанавливаем эти средства. Второе направление очень важное. Это обязательно социальное страхование, трудящееся от несчастных случаев на производстве, и профзаболевание. Это тоже очень важная тема. С 2000 года был принят и вошел в силу 125 закон, где вот эту вот важную миссию возложили на фонд социального страхования. Все предприятия, вот более 17 тысяч, в течение суток обязаны сообщить нам о любом несчастном случае на предприятии, будь то легкие, будь то тяжелые, средние тяжести или с летальным исходом. И мы тяжелый случай выезжаем, обязательно расследуем, и все документы, проверяя, выносим как бы вердикт. Признаем страховой случай это или не страховой. А дальше идет и оплата больничных листка в связи с несчастным случаем на производстве, или, значит, лечение, тяжелый несчастный случай. Мы оплачиваем лечение в стационаре обязательно, консультация в каких-то крупных центрах научных, может быть, там Моники, требуется профессор, медикаментозное дорогостоящее лечение. Оплачиваем и, значит, направляем, если это необходимо, в реабилитационный центр пострадавшего. То есть делаем все, чтобы не допустить потери трудоспособности в результате вот несчастного случая на производстве. Ну, а если это и случилось, то фонд социального страхования выплачивает ежемесячно, когда определяет медико-социальная экспертиза размер потери трудоспособности, это может от 10% потери трудоспособности до 90%. И, значит, ежемесячно фонд социального страхования выплачивает вот это вот пособие в связи с потерей трудоспособности. И если уж совсем плохо, если летальный исход несчастного случая, то пенсия по потере кормилица, это все ложится на наши, значит, фонд, на фонд социального страхования, на наши хрупкие плечи, точно. Вот, ну и вы знаете, если, вот, наверное, 3 года назад было введено, что в связи, если несчастный случай с летальным исходом, то есть смертельный несчастный случай, то выплачивается единовременное пособие в размере 1 миллиона. Значит, да. Ну вот это не все все-таки еще ваши функции. Вот я бы хотела как раз оставить эту такую важную большую часть, основную нашу часть, как раз вот на основную, на основное время. А пока поговорить о том, что вы ведь и людям с ограниченными возможностями обеспечиваете, да, обеспечиваете их различными средствами гигиены, различными там каталками, креслами инвалидными и тому подобное. Да, техническими средствами реабилитации. Правильно, вот они. Ужасное направление. Давайте мы сейчас посмотрим сюжет. Вчера буквально были в вашем отделе и сняли этот сюжет. Посмотрим, потом эту тему продолжим. Договорились. Смотрим. Инвалидам получить помощь от государства куда проще, чем может показаться. В этом убедился пенсионер Александр Сидоркин, когда пришел в фонд социального страхования за новым слуховым аппаратом. Конечно радует, бесплатно, конечно радует. Я вообще, мне радует это самое, что государство помогает. Предположительно, через месяц пенсионер сможет слышать лучше, ведь у него будет новый современный аппарат для слуха. А все, что было необходимо ему для этого сделать, предоставит справку об инвалидности и индивидуальную программу реабилитации. Таких, как Александр Петрович, десятки. Разница лишь в диагнозах. Но всем им нужна помощь, которую изо дня в день дают сотрудники фонда социального страхования. Все нуждающиеся измолиды, имеющие на руках у себя программу реабилитации, могут обратиться в фонд социального страхования, встать на учет, на то техническое средство, которое ему прописано. И государство, естественно, ему выделит тот препарат, который ему нужен. На сегодняшний день выдача технических средств и препаратов почти подошла к концу. В основном это ежедневное абсорбирующее белье, кало и мочи приемники. Их количества каждому инвалиду хватит на 4 месяца. Но в фонде социального страхования выдают и дорогостоящие вещи, как, например, тот же слуховой аппарат, а также кресло-коляски, костыли и протезы. Юлия Богосьян, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Этим вы занимаетесь не так давно. А вы знаете, когда вошел закон о монетизации льгот в 2005 году, мы начали этим заниматься, как я уже здесь говорила. Но в 2010 году мы их передали, в 2011 году передали управлению социальной защитой. Но вот в прошлом году, в 2015 году все вернулись на круги своя. И мы опять вернулись к этой работе. Хочу сказать, очень много времени это занимает, сил и действительно проблем очень много. Мы начали по-новой этим заниматься. Было в прошлом году, я извинялась перед инвалидами здесь, 5 ноября, когда было, что действительно много было недовольства войти в это все обеспечение своевременное, правильное. Когда с большими долгами перешли, значит, к нам инвалиды, много необеспеченных было. Два района, вот, и было очень тяжело. Ну, как и обещала, к концу года мы смогли обеспечить многим на 4 месяца ежедневники вот эти вот. И было большое, и слуховые аппараты, и ортопедическую обувь подавались, и кресла-коляски разводились. То есть, вот, по максимуму, ну, как всегда, в конце года выделяют много средств. Мы, конечно, ноябрь и декабрь только, по-моему, все свои обязанности основные забыли. Я из филиала работал только с техническими средствами реабилитации. А как, люди к вам должны сами приходить или как за вот этими средствами? Да, значит, нет, значит, на изготовлении протезов, значит, на изготовлении ортопедической обуви мы даем направление. Нам мы получили квоту, мы отправили, дали направление, и инвалид, значит, едет на то предприятие, потому что протез изготавливается. Тут и примерки, и доделывать нужно. И, в общем, а вот у нас был открыт в Домодедове пункт выдачи ежедневных средств технических, технических средств реабилитации. Ну, это вот памперс, абсорбирующее белье. Вот, было неудобно очень инвалидам. И здесь, в администрации, и везде шли письма, недовольства, я их понимаю. Конечно, вот, это не просто инвалидам, да, приехать, и в Домодедове все-таки значительное расстояние. Поэтому, вот, в четвертом квартале, в октябре, в ноябре, в декабре мы взяли на себя на филиал. Вот наши ленинские районы инвалиды получали абсорбирующее белье, каломочеприемники, все, вот, в филиале. Конечно, работа была очень большая. Вот, но справились, справились. Я единственное хочу сказать, вот, сейчас попросить, чтобы успокоились, потому что уже инвалиды моей льготной категории граждан начинают волноваться. Сейчас конкурсы запущены, контракты в конце февраля, в начале марта будут, и все будут получать, и ежедневники мы обязательно будем обзванивать и скажем, где и как. Надеемся, что тоже будет выдано на 3-4 месяца с запасом, а может быть, даже и на полгода. Ну, по крайней мере, надеемся. И все технические средства, и протезы, и кресла-коляски, и ортопедическая обувь. Единственная просьба. Те вот ежегодные технические средства реабилитации, это ортопедическая обувь, экзопротезы молочной железы, чтобы те, кто получил в прошлом году, в этом году обновили заявление. Пришли к нам в филиал и написали заявление, потому что мы то заявление закрыли, как бы выполнили, и нужно, чтобы мы уже работали по вашему новому заявлению. Поэтому всех вас ждем. С марта месяца начнется обеспечение. Вот, кстати, вопрос нам начали присылать еще до эфира, еще вчера даже. И один вопрос как раз вот на эту тему. Цепенко Любовь Елисеевна спрашивает, почему я не могу получить ортопедическую обувь с прошлого года, в 2015 году должны были дать, до сих пор не дали. Получит она ее? Вот у нас в этом году, в марте, вот все, кто недополучил, и у нас с сентября месяца, потому что вот с начала года мы что смогли, по квоте все выдали, и человек, наверное, 70 у нас получила. Вот, нуждающихся очень много, и вот где-то с конца сентября, вот октябрь-ноябрь эти люди не попали. Конечно, они будут обеспечены сейчас в первую очередь. Вот, им не надо приходить и переписывать заявление. Мы не выполнили еще государственную услугу по обеспечению, поэтому как только выполним, тогда будет можно писать новое заявление. Мы сейчас перейдем к основной теме, я думаю. Давайте к основной. Потому что очень много вопросов, которые нужно осветить. И в начале, вот год новый, принес ли какие-то он изменения, что в этом году изменилось в вашей структуре, и предусмотрены ли изменения при расчете и выплате пособий по нетрудоспособности? Вы знаете, независимо ни от чего, ежегодно размер выплаты пособия меняется. Ну, наверное, все знают, а вообще-то это должен знать каждый, что у нас пособие по временной нетрудоспособности, а проще говорят больничный лист, так все привыкли, хотя это пособие по временной нетрудоспособности. Рассчитывается и заработка за два года, предшествующих году наступления страхового случая. То есть в 2016 году для расчета пособия у каждого работника будет учитываться полученная заработная плата в 2015 и в 2014 годах. Она суммируется, делится у нас раз за два года, мы находим среднедневную заработную плату, делим на 730 дней, 365 дней в году, умножаем на два года. Это среднедневная заработная плата. Кроме того, у нас пособие зависит от общего страхового стажа, то есть если стаж до 5 лет, 60% заработной платы, если стаж от 5 до 8, 80% и только имея стаж 8 лет и более, 100% заработной платы. Значит, согласно стажа находится или 100% найденная заработная плата за два года дневная умножается на количество календарных, пропущенных в связи с болезнью, на календарные дни. Хочу здесь заметить, что очень многие привыкли, что считается какой-то непрерывный стаж. Уже давно заменили и считается общий страховой стаж. Значит, отработал 5 лет человек, уволился, 3 года не работал, приходит, у него 5 лет сохранилось. Раньше было 2 месяца не устроился на работу, все, стаж пропал, хоть 10 лет, но пропало. Сейчас нет, отработал 3 года, 8 лет накопил, опять увольняется. Год не работает, возвращается у него те 8 лет, сохраняются и для оплаты больничного листка, значит, это будет 100%, 8 лет и более. Кроме того, у нас ежегодно правительство утверждает базовый фонд оплаты труда, на который начисляются страховые взносы. Предположим, вы получили 900 тысяч за прошлый год, но страховыми взносами фонд социального страхования в прошлом году облагалось только 670 тысяч. В 2014 году 624 тысячи. В этом году, несмотря на вашу миллионную заработную плату, в соцстрах ваш руководитель с вашего фонда оплаты труда платит только, обложит 718 тысяч. Поэтому максимальный размер пособий рассчитывается из фонда оплаты труда, вообще-то из фактического, но есть ли хорошая заработная плата, а я надеюсь, что у нас у всех трудящихся достойные заработные платы, но есть максимальное ограничение. Это тот фонд, на который начисляются страховые взносы. То есть мы будем брать с вами в этом году расчет пособия из максимального фонда заработной платы 2014 года 624 тысячи и 670 тысячи за 2015 год. Значит, вот в зависимости от этого. И если растет заработная плата, то она увеличивается из года в год, а разбьется заработная плата более высокая, ежегодно два года, то это значительно увеличивает и пособие. Единственное, очень часто возникают вопросы, Галина Сергеевна, если, ну вот я в 2014 году не работала, что все равно на 730 дней делить? Да, все равно. Единственное, исключаются только дни временной нетрудоспособности, декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет. Вот это вот, да, исключаются вот эти дни. То есть, предположим, в 2014 году мамочка находилась полгода еще по уходу за ребенком до трех лет. Значит, она имеет право или оставить это ей, исключат вот эти вот, ну, 360 по 180, там, два дня вычтут, и 730 будут делить уже на оставшиеся календарные дни, которые она действительно работала. Или она имеет право заменить на год предшествующий, где у нее была заработная плата. То есть, вот, например, 14-й год, полгода была в отпуске по уходу за ребенком. 12-й тоже была в декрете. И 13-й год уже по уходу была. Поэтому, значит, она может взять 11-й год для расчета пособия, заменить. Как ей будет выгодно. Или она оставит 14-й год с вычетом вот этих дней. Мы просим, и такое обращение даже во всех письмах фонда было, чтобы предприятия и организации, но просчитывали возможные варианты. А бухгалтеры-то знают на предприятиях? Потому что вот у нас есть же такой вопрос. Один из вопросов, что полтора года женщина назад вышла на работу после отпуска по уходу за ребенком, больничный лист не берут, так как много теряю, в бухгалтерии объяснили, что последние два года. То есть, почему ей так объяснили? Они не знают? Вы уж извините, что прерываю. Дело в том, что я и сама ежегодно обучаем предприятия и организации, бесплатные лекции провожу. У нас профсоюзы очень активные. Они устраивают, собирают расчетчиков, работников отдела кадров. И очень часто, раза два в год мы встречаемся на различных предприятиях. Сейчас очень много Домодедова, там аэропорт Домодедова, они любят вот эти все лекции, потому что меняются работники. И у нас в Ленинском районе, я знаю, Архангельская Ирина Валентиновна всегда организует эту учебу. Мы обязательно проучиваем страховой актив. Но, кроме того, вы, наверное, помните, что я и вела обучение в женской консультации, в перинатальном центре. Это у нас был единственный район, единственный филиал, который ежемесячно выезжал в перинатальный центр «Видное» и женскую консультацию Домодедова. И с молодыми мамочками объясняла все подробно, как им лучше рассчитать пособие, какие документы нужны и так далее. Обучаем, меняются бухгалтера, многие не приходят на учебу, считают, что они все знают. Но, ради бога, с письмами обращайтесь в филиал. У нас хороший юрист, который всегда даст очень обоснованное разъяснение и в письменном виде, и устно. Никогда без внимания ни один вопрос, даже направленный к нам по электронной почте, не останется. Я предлагаю все-таки остановиться на этой актуальной теме по пособиям по беременности и родам. Потому что сейчас и рожать стали больше, и знать хотят, конечно, о своих правах. Как это пособие выплачивается, как рассчитывается и когда получается? Пособие по беременности и родам, вы знаете, сразу удается на 140 дней. Если многоплодная беременность предполагается, на 196 дней сразу удается. Расчет такой же точно. Заработная плата за два года, предшествующие году выхода в декретный отпуск. Единственное, что у нас сейчас очень часто бывает, что не закончился еще отпуск по уходу за первым или за вторым, и уже третий ребенок. Слава богу, молодцы. Поэтому мамочка пишет заявление, прошу прервать отпуск по уходу за ребенком до трех лет, и прошу предоставить отпуск по беременности и родам. И предприятие обязано по заявлению выполнить просьбу рассчитать пособие по беременности и родам сразу за 140 дней. И здесь мамочка, поскольку у нее два предшествующих года, вот сейчас такая ситуация, вот с 1 февраля мамочка пришла и написала заявление. Ну, она и 14-й, и 15-й год была в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком. Она имеет право написать заявление, прошу заменить два года, значит, 14-й и 15-й для расчета пособия на 12-й и 11-й год. Так как предшествующая, так как в 13-м и 14-м году находилась в отпуске по уходу за ребенком, заработной платы не было. И обязаны, как я вот вам и говорила, просчитать, что ей выгодно. Если она немножко работала, может быть, у нее в 14-м году и была хорошая заработная плата. И, может быть, вы, когда вычитает вот эти дни декретного отпуска и отпуска по уходу, ей будет выгодно так вот это вот рассчитать. То есть вот здесь, если, значит, ну, организации не соглашаются, значит, обращайтесь к нам в филиалы. Обязательно поможем. Вы знаете, я всегда вот, когда работаю с женщинами, особенно беременными, люблю их ужасно. Поэтому всегда даю свои телефоны. Любая трудная ситуация, звоните. Будем помогать, будем объяснять, будем решать вопросы. Ситуации действительно много. И вот вопрос, который нам сегодня прислали по телефону. Наталья Михайловна спрашивает. Дочь работает в банке, у которого отозвали лицензию. Банк прекратит деятельность 17 мая, а в марте дочь уходит в декретный отпуск. Второй раз, то есть получается уже, у нее второй ребеночек. Дородовый получить успеет, а послеродовый и полутора лет, то полутора лет. Каким образом она сможет получить эти деньги, в каком размере и сможет ли получить пособие вообще на второго ребенка? Значит, здесь такая ситуация. Ну, во-первых, дородовый и послеродовый выплачивается одновременно. В марте она сдает листок нетрудоспособности на 140 дней, и все 140 дней ей должны рассчитать. И ей должны выплатить. Дальше как сложится ситуация. И если будет ликвидировано учреждение, и она еще не успеет уйти в отпуск по уходу за ребенком, значит, мы работаем только с работающими. А, видимо, здесь будет она уволена с работы. И ей нужно будет пойти в соцзащиту. И пособие по уходу за ребенком ей будет выплачивать в социальная защита. Почему? Потому что мы работаем только с работающими. А раз вот такая вот ситуация произошла, конечно, обидно, жалко, но это жизнь. Где-то вот так вот приходится. В органах социальной защиты там, значит, рассчитают пособие. Ну, по крайней мере, у нас есть минимальный и размер выплаты пособия по уходу за ребенком. Меньше которого там и на первого ребенка. Мы сейчас об этом поговорим попозже. Вот. Но вот такая вот ситуация бывает. И сейчас очень много таких ситуаций. Какие еще вот случаи бывают, возникают наиболее часто вот с этими пособиями? Ну, например, вы знаете, предприятие банкротится. Вот. Здесь фунт социального страхования, если на любой стадии, или временное управление, или уже, значит, другая, последняя стадия, значит, банкротство. Здесь в этой все претензии беременные женщины и работники, которые имеют листки нетрудоспособности, должны предоставить, значит, и предъявить временному управляющему или уже конкурсному, когда уже конкурсное производство идет, или конкурсному производству. Временный управляющий пока он изыскивает возможности, может быть, какие-то долги, есть очередность выплаты, и в первую очередь выплачивают заработную плату, и вот эти вот все виды пособий, какие недополучили работники. Далее, за счет, может быть, продажи и реализации собственности того или иного предприятия, учреждения организации, здесь уже конкурсный управляющий. То есть здесь, когда предприятие находится на стадии, на любой стадии банкротства, то фонд социального страхования помочь ничем не может. Но если разбанкротится, может быть, работники увольняются, значит, нужно идти в органы социальной защиты, управление социальной защиты по месту жительства. А вот когда, например, молодой специалист приходит на предприятие, ему какие-то выплаты положены? Раньше были подъемные всякие, не знаете, кто это платил. За счет средств страха только единственное, он получит пособие, если вдруг заболеет, пособие по временной нетрудоспособности. Несмотря на то, что у него нет заработной платы за 2000, будем говорить уже о 2016, нет заработной платы и в 2014 году не было, и в 2015 году, это не значит, что он останется без пособия. Нет, пособие будет ему рассчитано, но из минимальной заработной платы. В этом году минимальная заработная плата у нас составляет 6204 рубля. Пособие, как здесь точно так же рассчитывается, умножается на 24 месяца, делится на 730 дней. Ну и поскольку раз молодой специалист, ну и любой другой, вот мамочка там не работала, пять лет сидела с детьми и приходит на работу, что здесь делать. Значит, поэтому, если у нее есть стаж, согласно стажа, здесь находится среднедневной на 730 разделили, и смотрит стаж до 5 лет 60%, в том числе и молодого специалиста. Еще стаж не наработал, поэтому, исходя из минимальной заработной платы, получит 60%. Хочу сказать, даже вот те много вопросов, просто, может быть, предупреждая, если работник уволился, но в течение месяца не успел устроиться на новую работу и заболевает, что делать, как быть? Очень много вопросов возникает, что как останется без пособия? Нет. Если в течение 30 календарных дней работник, не устроившись на новое место работы, кто-то заболевает, то он имеет право получить листок нетрудоспособности и предоставить ему по-прежнему месту работы. Наверное, об этом вообще люди не знают, я так думаю. Единицы, если только. Поэтому и ему будет выплачено пособие, назначено пособие, значит, но 60% заработной платы. Много спрашивают, сколько можно болеть. Вот больничный лист, есть какие-то ограничения? Да, листок нетрудоспособности вообще работнику оплачивается 10 месяцев подряд и не более 12 в общей сложности. Вот, поэтому, значит, а вот, значит, как только 10 месяцев подряд, ну, это серьезные заболевания, когда онкология и так далее. Вообще-то врачи определяют, что стойкую утрату трудоспособности могут направить на инвалидность МСЭ, которую устанавливает медико-социальная экспертиза группы инвалидности. Они здесь уже смотрят, что человек, да, действительно надо группу инвалидности, что полностью назад здоровье не вернется. Поэтому, значит, могут и раньше. Но в обязательном порядке, если работник с одним и тем же диагнозом проболел 10 месяцев, продлевать больничный лист без разрешения МСЭ, без его отметки нельзя. МСЭ решает или группу инвалидности на год они дадут, или все-таки они считают, что еще месяц-два-три, и человек поправится полностью, без группы инвалидности обойдется, и, значит, разрешают продолжить лечение. Работающие инвалиды имеют право получить пособие 4 месяца подряд, если работают инвалиды и не более 5 месяцев в календарном году в общей сложности. А если, например, вот человек просто часто болеет, у него есть тоже ограничения по количеству вот этих дней, которые он был на больничном? Нет. То есть, например, я заболела там неделю, была в феврале, потом тоже неделю в марте, и так можно каждый месяц болеть? Да, я вам говорю, в общей сложности 12 месяцев можно болеть, 10 месяцев вот подряд, и все. А здесь вообще-то вот подлежит оплату листок нетрудоспособности, единолично врачом выдается на 15 дней, а потом каждое продление врачебной комиссии, председатель врачебной комиссии подписывает и продлевается. Каждое продление после 15 календарных дней болезней, это может быть и месяц, и два, и три, и четыре, всякое бывает, с травмами, особенно длительные листки нетрудоспособности. А если, например, во время болезни работник уехал отдыхать и вообще является это нарушением и влечет за собой какое-то наказание, как это вот? Ни в коем случае. Ну, то есть, например, он вроде как болеет, но на самом деле... Во-первых, в Российской Федерации, если заболевает, да, у него страховой полис должен быть всегда, и находясь в Кисловодске, находясь в Сочи, он заболел, он имеет право прийти в лечебные учреждения, ему бесплатно оказать медицинскую помощь, выдать листок нетрудоспособности, и он предъявляет по месту работы, а отпуск продлевается на все время нетрудоспособности, на все время болезни, которые вот были у него в этом отпускной период. Я поняла, извините, я не тот вопрос задала, я спросила, если работник, вот он пошел на больничный, а сам в этот момент уехал отдыхать, то есть все знают, что он взял больничный, а на самом деле уехал. Мы, конечно, проверяем. У нас бывает, что предприятие обращается в филиал, просим проверить обоснованность выдачи листка нетрудоспособности. У меня есть замечательный врач, Таис Михаил Маргулис, которая контролирует эти вопросы. Она выезжает в лечебные учреждения и проверяет, поднимает амбулаторные карты, проверяет очень серьезно, там, если были анализы, она журналы поднимает, и все. То есть она видит, обоснованно выдан листок нетрудоспособности или не обоснованно. Вот, буквально недавно был запрос нашего коксогазового завода, вот, и смотрю, сегодня подписывала ответ, значит, не обоснованно, потому что записи в амбулаторной карте о выдаче вот этому работнику листка нетрудоспособности нет. Значит, листок нетрудоспособности, не подлежит оплате. Мы находим эффективные, проверяя эффективные больничные листки, которых вообще нет, в базе фонда социального страхования, то есть поддельные, эффективные. Бывает такое, да? Да, бываем, и немало. В некоторых организациях по 6-7 эффективных больничных листок. Ну что, у нас деньги изготавливают, это же больничные листы, конечно. Вот, поэтому, но мы обязательно обязаны передать в наше ОВД, обязательно ставим их в известность, чтобы они, значит, вот иногда открываются и уголовные дела. Без внимания вот эти случаи не остаются. Понятно. А вот если человек работает, к примеру, сразу на нескольких предприятиях, пособие по нетрудоспособности он может получить... По всем местам работы. По всем местам работы. Но если вот по совместительству, он работает около двух лет. Вот. Не просто месяц и два, вот он устроился только на работу, а, значит, вот где-то около двух лет он проработал. С другой стороны, если он проработал там год, вот предположим, с 2015 года, в этом году заболел, он может предоставить справочку вот с этого места работы, где работал в 2015 году по совместительству. Вот. И, значит, и продолжает работать. А его заработная платья в 2015 году. И справочку с работы по совместительству, что ему там пособие не назначалось и не выплачилось за такой-то период. Поэтому вот эту вот доплату по совместительству по основному месту работы обязаны учесть, если это не превысит, как я говорила, максимальный фонд оплаты труда, на который начисляются страховые взносы. В 2015 году это 670 тысяч. Вот если он там получил 600 тысяч и 70 тысяч по совместительству, вот 670 тысяч – это как раз то, что максимум. А, Галина Сергеевна, а вот, например, ведь вы же выплачиваете пособия мамам, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Да. Это федеральные деньги. Это федеральные. Вы знаете, если в семье есть ребенок-инвалид, то законодательством предусмотрено дополнительный отпуск ежемесячный. Четыре дня. Четыре дня. Любых. Мамочка это имеет право. На предприятиях не должны отказать, ни на вычреждениях. Это законное право мамы или любого из родителей. Значит, ну для этого то, что ребенок-инвалид, подтверждение документ должен быть. Мамочка выбирает и с руководителем предприятия или отдела договариваться, когда ей удобно дни вот этих взять. Кроме того, с места работы отца она должна, предположим, вот берет она в феврале, что он в феврале дни по уходу за ребенком-инвалидом не использовал. Тогда, значит, мамочке дает четыре дня. Или папа использовал два дня, дает справку, что в феврале использовал два дня. Значит, мама только два дня. Имеет право, значит, взять отпуск и ей расчет, как обычный отпуск рассчитывается. Средняя заработная плата полностью за четыре дня оплачивается за счет средств социального страхования. Но нас финансирует федеральный фонд. Это федеральная льгота. А вообще эта сумма, она, можно не упражнить? Как заработная плата. Как заработная плата. Ну, четыре дня вот отпуск дополнительно. То есть, если бы она и работала, столько получила. Предположим, она получает полторы тысячи в день. Значит, она и за эти дни, за каждые по полторы тысячи получит. То есть, вот за один день полторы, за второй, значит, три, четыре, шесть тысячи получит мама. Она ничего не потеряя, использует отпуск. То есть, четыре дня. У нас уже стали приходить вопросы, вот сегодняшние звонки. И пенсионерка Валентина Сергеевна Исаева спрашивает. У меня муж ветеран труда, 82 года ему. Он не ходячий, но инвалидность мы не оформляли. Приходится самой ездить за памперсами в магазин Ашан и уходит на них примерно четыре тысячи в месяц. Для нас, пенсионеров, это очень большие деньги. Куда можно обратиться за льготами? Что нужно ей сделать, чтобы все-таки получить? Это обязательно должна у нас только, это инвалиды. Это не значит, что я там решила и так далее. Такой существует порядок. Оформляются группы инвалидностей, это медико-социальная, значит, по месту лечения к своему участковому врачу. Участковый врач обращается в врачебную комиссию, расследует, делает эпикрессы, направляет медико-социальную экспертизу. Она у нас одна, это номер 11, находится в Домодедово-на-Гагарина, все это знают. И здесь, значит, устанавливают группы инвалидностей и выписывают индивидуальную программу реабилитации инвалида. Здесь и бесплатные лекарства ему могут, раз получила инвалидность, и, значит, вот технические средства реабилитации. Для филиала основным документом обеспечения бесплатно техническим средством реабилитации любым слуховым аппаратом является индивидуальная программа реабилитации. И четко то, что записано в этой индивидуальной программе реабилитации. У нас осталось совсем немножко времени, и какие-то мы еще вопросы важные не затронули. Важно, я хочу сказать, что у нас в этом году с 1 февраля проиндексированы все детские пособия. Да, на 7% увеличены. Значит, но с 1 февраля всегда было с 1 января, а в этом году с 1 февраля. Но все-таки мы так с нетерпением ждали и волновались. Непростое положение в стране, но не поскупились. Даже больше, чем в прошлом году увеличили, на 7%. Единовременное пособие на рождение ребенка у нас составит 15 512 рублей 65 копеек. На момент рождения ребенка родилось 1 февраля новое пособие. Если вот 31 января, то, к сожалению, получат, как в прошлом году, 14 498, 97 рублей 80 копеек. Значит, ранние сроки беременности, это когда женщина сроком до 12 недель становится на учет женской консультации. Государство благодарит ее и премирует вот это единовременным пособием. В этом году она тоже увеличена, 581 рубль 73 копейки. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком, это когда вот соцзащиты получают, да, неработающие. Да и по работе, если маленькая заработная плата, там получают 5-6 тысяч, значит, на первого ребенка минимальный размер пособий ежемесячного по уходу за ребенка в этом году составит 2908 рублей 62 копейки, а по уходу за вторым и всеми последующими 5817 рублей 24 копейки. К сожалению, единственное добавлю, что у нас безиндексировано ритуальное пособие. Вот последнее, когда человек умирает, вот на предприятии, значит, членам семьи, которые осуществляли похороны, будет выплачено 5 тысяч 277 рублей 28 копеек. Я думаю, что, вот вы же сказали в начале эфира, что телефон свой даете беременным женщинам, которые вот маму ставят. То есть можно обо всем этом узнать и позвонив вам? Конечно, конечно. Какой номер телефона? Значит, 8-498-767-54-39. Это вот мой телефон, не откажем, посоветуем, как быть. Конечно, желательно, чтобы в письменной форме, чтобы это было не просто телефонный разговор, а чтобы мы могли ответить и на предприятие, мамочка там или нуждающийся в пособии, которого отказали в выплате, пришел и совершенно законно получил то, что ему причитается. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, что в гостях у нас была Галина Сергеевна Набачикова, директор филиала номер 42 Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин